Следующий, вот какой момент, тоже это в теме недавно несколько раз обсуждалось в разных чатах, и потом между мной и Максом обсуждалась такая история. Значит, актуально на самом деле на данный момент для темы такая штука. Ты играешь богатого лоха. Кстати, где мой ролик свой фейковый, раз уж я забыл надеть. Вот, значит, ты играешь богатого лоха, девочка понимает, что ты невероятно богат, ты невероятно крут, у тебя настоящие роликсы, не то что у меня фейковые, да, у тебя настоящие роликсы, ну, у тебя фейковые тоже, но она думает, что настоящие, там настоящие квартиры, люксовые локации. Значит, кстати, прикол такой, моя группа варшавская наделала фото в стиле богатый лох у меня прям здесь на стуле, шикарно просто, я посмотрел, прям так преобразились сразу, можно даже так. Вот, взять, прийти к какому-нибудь дружбану, просто взять стул, вид классный там с высокого этажа, и ты уже богатый лох. И классно, кстати, реально очень круто. Даже у меня таких фоток нет, а у половины группы уже есть фотки терезки. Такие, надо будет сняться на стуле, у меня классные фотки получаются на стуле, оказывается. Это я узнал, когда я начал смотреть на аватарке группы телесного тренинга, я вижу, как бы, у чуваков там фото, раз, два, три чуваки на моем стуле сидят, и там у них, значит, главная аватарка, как это выставлено. Вот, ну, окей, и ты, значит, вот такой вот супер богатый чувак, девочка думает, что вот, он очень богат, он невероятно богат, классно, и тут, как бы, возникает у нее такое, дзинь, дзинь, а нахер мне это надо? Такая дзинь, а зачем мне с ним встречаться? И, значит, такой вопрос возник у Макса, там, у ребят, что? Девочка, там, Макс разбирал ситуацию, у него есть человек, у которого там стоит 50 тысяч долларов, это видно, у него там свой бизнес, видно, что он очень богат, у него там Бентли или что-то такое, ну, какая-то такая крутая тачка, не помню, какая конкретно, что-то типа того. И он знакомится с девочкой и говорит, давай завтра с тобой там встретимся, а она говорит, я не могу завтра, потому что я, у меня работа утром. А работает она администратором, там, за 100 гривен в день, ну, или за 200, да? Да, ну, это на, сколько это, сколько это на русские деньги с 200 гривен? 100 гривен. 100, ты какой курс, ты понимаешь курс? Там, по-моему, 2,7 курс. Это что умножать надо? Рубли, доллары? Ну, короче, не важно, по-моему, 400. 400, по-моему, 400 или 500 рублей российских, да? Ну, вот она работает там за 400-500 российских рублей в день, да? А он на кофе тратит полторы тысячи. Просто попить кофе где-то там, можно сказать, полторы тысячи тратит. Она это видит и понимает. Но она, и она видит и понимает, что человек, с которого она, ну, возможно, может получить там будущее, там, и так далее, что он очень высокого уровня, она молодая, он взрослый там, и она не пользуется этим. И возникает такой вопрос, а почему? Ну, это, кстати говоря, по теме того, почему иногда не работает богатый лох, да? То есть ты, как бы, делаешь вид, что ты крайне богат, удивительно богат, а девочка почему-то не клюет. Что за фигня такая? Почему девочка не начинает общаться с тобой только за то, что ты сказочно богат? Она что, тупая? Вот как вы думаете, кстати, друзья, почему? Интересно ваше мнение. По какой причине вот так происходит? Почему? В свое время у меня был один клиент. Его знал весь Питер. Он очень был богатый чувак. И он мне точно такой же вопрос задал. Где-то это было лет 15 назад. Значит, он мне задает вопрос, говорит, Алекс, смотри, я познакомился с девушками, да? Они увидели, какой я человек. Они увидели, какого я уровня. Что я езжу с мигалкой, с охраной, там, с джипом сопровождения и так далее. Скажи мне, почему они мне отвечают, что завтра у них нет времени, например? Ну, по идее, вот логика, да? Что она должна все бросить и бежать со мной встречаться. Ведь я такой, просто я принц на белом коне для нее. Ну, понятно же, да? А она не бежит и не хочет встречаться. Странная история, странная девочка. Говорят мне многие. Люди такие, да? Вот. И не понимают, почему. Так вот, я вам скажу, почему. Один простой момент и один простой рецепт на эту штуку, который я давно уже понял. Еще тогда, когда я его консультировал, да, я понял, что человек там очень даже богатый, да? На него плевать. Девочке даже за 100 рублей, который будет работать. Несмотря на то, что он там может на чай полторы-две тысячи рублей потратить. Говорите, вот вы пишите сейчас в чате, смотрю, типа, где такой кофе? Пожалуйста, значит, отель Европа, если мне не ошибла память в Питере, там именно такой чай, 100 долларов. Вот. Дальше. В Москве куча таких мест. В Киеве, точно не помню, в центре было много мест с хреновой тучей стоимостью за кофе, да? То есть, такие места всегда можно найти. Было бы желание, вот. В Варшаве не знаю таких мест. Единственное, что есть тут место, где 100 долларов кофе стоит. Ну, если что-то еще заказывают. Чай. Чай, кофе 100 долларов. Да всегда такие места есть. Вот. Ну, ладно. Не об этом. Значит, что, в чем прикол? Дело в том, что девочка, у меня еще был, у меня в свое время, вот на этого же человека, там, очень богатого, работало 4 студента. Они работали на него, чтобы нагонять телок. Они нагоняли телок, и в какой-то момент они, все меньше и меньше мотивации у них было. Почему? Вначале он показывает свои, там, гигантские виллы, дачи, там, хоромы, там, пентхаусы, понимаете? И молодые пацаны думают, сейчас я тоже, ну, я тоже буду частью этого. Вот у него вертолет или бизнес-джет, да, я буду частью этого. Я тоже буду жить, я тоже получу часть вот этой жизни себе. Там, у него есть, там, вертолет, я тоже могу на нем полетать вместе с ним. У него есть бизнес-рюджет, я тоже могу на бизнес-рюджете вместе с ним, я могу тоже поспать у него дома, допустим, у этого чела. Но потом, как бы, что происходит? В жизни ничего реально не меняется от этого, от того, что ты с ним знаком, от того, что ты с ним тусишь, ни у тех, кто на него работает, ни у девочек, которые с ним встречаются. В их конкретной жизни не меняется уровень дохода, не меняется количество денег, которые они могут потратить там на себя, не меняется место, где они живут, да, не меняется там жилищный вопрос, там не меняется то, на чем они ездят, то есть как ездил на метро, так и продолжает ездить на метро. И мужчины, которые работают на этого человека, и девочки одновременно понимают, что это беспреспективняк, так называется, да. То есть это ничего не даст, и поэтому они какое-то время могут потусить, понять, что это ничего не даст, и слиться. И вот если они с одним таким уже встретились, с богачом, да, и потусили, и слились, они еще одного этого богача такого же видят и думают, что я буду с ним тусоваться. У каждой молодой девочки там привлекательный был один такой богач уже. У тебя был такой богач? Был. Ну вот, я сейчас вот прям онлайн. Стоит специально. Нет, ну вообще, вот первый богач, с которым ты чуть-чуть потусил и поняла, что нахер мне это надо. Мечу говорить, да. Да, ну то есть у всех, у всех женщин такое. Если вы начнете спрашивать у женщин, они все подтвердят, да. Да, именно поэтому решение очень простое. В теме вот Алекса Лесли есть такое понятие. Мы не крысимся и не крысим ничего. Если ты делишься, то есть, как я говорю, всегда делиться, да. Если ты делишься, то что происходит? То тогда человек понимает, что он может что-то получить. Ну а так как ты богатый лох, а реально у тебя хором нету, то есть, ну, я приводил пример, там, допустим, богатых людей реальных, которые, значит, на которых перестают работать люди или сливаются женщины от них. Они просто не делятся с ними. То есть, он такая крыса, что вот только мне и все, и никому, ни копейки там, ни чуть-чуть, никому ничего не дам, да. А что делать, если ты богатый лох, у которого реально всего этого нет? Ни джетов, ничего, да. Ну, нужно делиться своей энергией, вниманием, кайфом, который у тебя есть. И, как минимум, обещать в будущем делиться женщинам тем, что у тебя есть или будет. Женщины же на это очень сильно ведутся на обещания. О том, что ты, например, там, ну, на что они ведутся конкретно? Они ведутся на то, что вот я вот-вот разбогатею, там. Вот, например, ты говоришь, вот у меня вот какой-то проект конкретный крутой. Ты показываешь, что ты сильно в него увлечен, вовлечен. И вот сейчас вот вы выйдете там на IPO, сейчас в своей компании и все тогда. Все озолотятся, да. И от энтузиазма многих таких бизнесменов заряжаются реально люди. Они в них начинают верить и за ними следовать. Там Ричард Брэнсон один из самых красивых примеров в этом. Ну, там, один из, да, там. Многие люди настолько сильно впечатлились его компаниями, что до хрена бабла вложили. Я тоже вовремя вышел. Вот, а те, кто не успели выйти, сами знаете, что случилось. Там жопа. Ну, окей. То есть, многие русские на этом погорели вообще. Надо было вовремя выходить. Значит, я, в принципе, более-менее... Я мог лучше выйти, но я вышел, в принципе, окей. А есть те, которые вышли так, что просто в минусах жестких. Но неважно. То есть, это работает даже в бизнесе. Почему это не должно работать в мире соблазнения? Это точно так же работает. То есть, ты, как минимум, обещаешь, что на нее повлияет твой успех. Очень сильно повлияет. Ты успешный человек. На нее повлияет точно твой успех. Ты будешь делиться с ней. Ну, и тоже, как минимум, ты можешь делиться временем, ресурсами, какими-то так далее. У женщины должна быть на это, сука, надежда. Если ее нет, она съебет. И вот это, как раз-таки, то, чего не хватает многим реально богатым мужикам, которые дикой крысы. Очень не хватает. Поэтому девочки с ним не хотят связываться. Но когда речь идет о том, что мы не богаты, а мы же не богаты, мы реально... Мы, на самом деле, богатые лохи, фейковые богатые лохи, да? То есть, мы богатые лохи, которые научились играть богатых мужиков. То есть, на самом деле, у нас вообще стиль полная наебалова, да? То есть, мы делаем вид, что мы ультрабогатые, хотя мы вообще нищие, грубо говоря. Ну, нищие там, не бедные, но как бы... Ну, просто там со средним достатком мы делаем 100x там в нашем имидже, да? То есть, показываем, что у нас 100x больше, чем есть на самом деле. Они на это, когда ведутся, нужно показать, что ты простячок, тебя можно раскрутить, и что ты готов, ты вообще за идею делиться с ней. И что твой успех, твое богатство на нее конкретно повлияют. Тогда это будет давать как бы результат. Это очень простой вывод, который напрашивается сам по себе. Но многие люди его не делают, и поэтому у них там жопа. Особенно богатые чуваки. И вот я заметил, что есть такая штука, что богатые чуваки, у них есть там реально тачки, ламбы всякие и так далее. И они такие, давай я тебе покатаю. Смотри, какая у меня ламба там, да? А счет твоей ламбы этой телки? Вот таких еще 50 чуваков здесь тусит, которые хотят ее быстренько выебать. Пообещай ей ее подарить, сука. Скажи, я хочу подарить тебе ламбу. Она даже если в шутку это сказать, она будет прыгать от счастья. Представляешь, вот тебе сказали вот такую тему, что чувак хочет подарить. Да даже если ты понимаешь, что он пи***ит, все равно это уже лучше гораздо будет работать, чем... Красотка, пойдем, я тебя покатаю. Да, да, да. А я типа на параллель никогда не каталась. То есть реально вот просто подъехать на ламбе к телке и сказать, хочешь подарю, гораздо круче будет. Она 100% в час минимум прообщается и еще можно будет зажарить. Чем сказать, да и давай покатай. Что мне на твоей ламбе кататься, иди ты мудак. Вот реально нужно понимать психологию, глубокую психологию женщин. Женщины это крысы. Они хотят крысить. Так же как и вы все мужчины. Вы тоже крысы. Все политики крысы. Все бизнесмены крысы. Нужно просто раскрыситься. Один раз ты просто раскрысился, ты перестал быть крысой. Начал чем-то хотя бы делиться, хотя бы чем-то. Я вот поэтому всегда говорил, делиться с женщинами. Вот если ты хотя бы в женщинах раскрысился уже, то есть ты начал делиться своими телками, с кем-то вообще, со своим братаном, со своим напарником, то ты тогда уже вышел на следующую ступеньку, как минимум. То есть вообще вот эта тема, позиция делиться, она очень правильная с точки зрения всего вообще. То есть те люди, которые одиноки, они просто крысы. Значит, если вы не хотите быть одинокими, хотите, чтобы вокруг вас было много людей, просто чуть-чуть делиться и все вообще ништяк сразу. Сразу огромное количество телок. Даже делиться, можно не обязательно делиться реально, можно фейково делиться. То есть можно просто пообещать телке подарить что-то, да, и это уже классно работает. Это соблазнение, это глубинная суть соблазнения. Пообещать ей сумку от Гуччи, например, или Луи Витон, короче, подарить на днюху. Пообещать, не обязательно дарить ей, но некоторые даже пообещать не могут, да, и крысятся даже ментально. Это вот такая штука, которая не позволяет немножко выйти за рамки сознания вашего.